Приветствую вас, дорогие зрители. Вот, недавно заказал iPod Nano 6. Вот, снимаю на него обзор. Сразу же хочу сказать, что это подделка, то есть не сам, не продукция Apple. Вот он так выглядит, но сразу же нужно отметить, что он больше, чем оригинал. Взял я его за 800 рублей всего, и при том, что здесь 16 гигабайт. Так, ну, про сам аппарат чуть позже. Давайте рассмотрим, что у нас в коробочке. Здесь написано Multimedia Player. Извиняюсь за вот эту тряску, просто нет штатива, некуда зафиксировать. Так, MP4. Multimedia Player. Ну да, MP4, больше ничего интересного. Давайте раскроем, посмотрим, что у нас тут есть. Вот так вот даже сделаем. Так, всё тут пусто. Нет, нет, нет. Тут ещё есть. Да, да, это инструкция типа по использованию, что ли. Так, сейчас попробую показать вам, что у нас тут. Вот, ну тут показывается, как загружать, короче, файлы сюда. Музыку, изображение, видео. Да, здесь поддерживается всё это. Вот как-то так. Ладно. Дальше, это у нас переходник к компьютеру, или можно использовать как зарядное устройство. Можно воткнуть в адаптер, и воткнуть в розетку, спокойно заряжать. Так, окей. С этим разобрались. Дальше наушники стандартного разъёма. Ну, обычные наушники, но стоит тоже отметить, что в оригинальной продукции Apple они... Вот этот вот провод, он прорезиневен каким-то особым материалом и не путается. Но это не то. Дальше здесь всё. Вот, сам гаджет. Я плёночку даже ещё не снял. Вот такой вот он компактный. Если судить, что он медиапроигрыватель, медиаплеер. Также можно просматривать здесь изображение, музыку, видео. Ну, давайте включим его. Вот здесь вот есть кнопочка. Так, включили всё. Вот он запускается. Опять же, извиняюсь за тряску. Просто некуда зафиксировать камеру. Можно использовать её в качестве шпаргалки. Но об этом чуть позже. Так вот. Так вот. Что тут есть у нас? Есть музыка, видео, диктофон, записи, радио, картинки, режим настройки, текст. Ну, давайте пройдёмся по порядку. С музыкой, думаю, всё в порядке. Не стоит проверять видео. Давайте включим видео, посмотрим, что тут у нас. Погнали. Извиняюсь за изображение. Просто что-то камера, что ли, не может сфокусироваться. Блин. Ну, ладно. Ну, думаю, вы поняли. Вот идёт изображение. Всё. Картинки меняются. Это прикольно. Но изображение, конечно, фиговенькое. Фильмы здесь не посмотришь. Но всё равно для плеера более чем достаточно. Так, возвращаемся назад. Как тут назад-то нам возвратиться? Ой, я его выключил, походу. Блин, ну ладно. Я уже говорил, что заказал я его всего за 800 рублей. Пришёл он мне в течение, по-моему, дней 20-25. Но не так много. Диктофон. Записи. Это я имею в виду записи, которые из диктофона. Радио. Картинки. Вот давайте посмотрим картинки. Что тут у нас есть? Всего две картинки, походу. Зимний город. Горы. Как бы, блин. Как бы сфокусировать вам. Следующая картинка. Тоже зима. Две ели. Как там возвратиться-то? А, вот. Двойное нажатие на эту кнопку. Возврат. Так. А, нет. Стоп. Я читал, конечно, эту мануалку. Я раньше пользовался им и знал все вот эти назначения кнопок. Но сейчас чуть-чуть подзабыл. Забыл. Вот. Удалить. Вот. Выход. Выход. И чего? Залез я в проводник. Вышел. Сейчас я чисто в памяти этого устройства. Куда еще можно зайти? Как бы сфокусировать-то, е-мое. Вот. Оказывается, чтобы возвратиться, нужно было нажать и держать на эту кнопку. Так. Ну, идем дальше. Дальше у нас настройки. Настройки. Так. Заходим. Вот. Можно настроить время от дисплей. Заставку. 0, 1, 2, 5. Время, что ли? Ну, ладно. Что? Куда полетел? Ой. Блин. Ну, и устройство, конечно. Может, я не умею им пользоваться, но что он вырубается? Не понимаю. Сначала у меня получилось возвратиться назад при помощи удержания вот этой кнопки. Ладно. Вышел из меню. Теперь попробовал возвратиться. Вот. Что-то вырубился. Ладно. Настройки. Дальше. Давайте просто пройдемся. Язык, чтение, питание, режим устройства, справка, версия, ПО, обновить ПО и звук кнопок. А, кстати, еще тут есть акселерометр. Давайте попробуем. Так, переворачиваем. Вот, да, точно. Работает прикольно. Ну, как-то так. Я его, пожалуй, выключу. Потому что как-то с ним неудобно, если честно. А, вот выход. Есть. Дальше. Текст. Ну, текст. Так, пусто. Это чисто предназначено для того, чтобы списывать. То есть использовать этот iPod 6nano в качестве шпаргалки. Ну, в общем-то, вот и все. Больше ничего тут нету. Да, блин. Ну, ладно, давайте так скажу. Потому что тут, блин, ничего не видно. Вот такая вот фигнюлька. Тут написано 16 гигабайт максимальное. Ну, согласитесь, 800 рублей, 16 гигабайт за такое удовольствие. Ну, мне кажется, нормально. Если судить, потому что можно использовать его как шпаргалка, плеер, видеопроигрыватель. Ну, для детей сойдет. Но мне он не очень понравился. Блин, китайский, во-первых. Во-вторых, с управлением какая-то беда у него. Так что вот так. Вот такие мои выводы. Ну, я бы не стал покупать. Просто вам мой совет. Реально. Ну, наверное, на этом все. Это был обзор iPod Nano 6 6-го поколения. Ну, да, еще кое-что нужно сказать. Оригинальный iPod Nano 6 вы уже нигде не найдете. Нет, имеется в виду новый. Потому что все, его сняли с продажи. Теперь выпускают только такие китайские хрени. Или можно приобрести оригинальные у каких-нибудь старых владельцев таких вот гаджетов. Ну, а у меня все на этом. С вами был Щербет. Это был обзор iPod Nano 6. Есть подделки. На этом все. Да, ну, можно... Ну, мне кажется, разумное ее применение это использовать как шпаргалку. Вот так вот взял, прицепил куда-нибудь. И погнал списывать. Ну, да, как-то так. Все, ребят. Все. Пока. Пока.